Ребят, всем привет! Всем доброе утро! Я позавтракала, это был буденце вчера. Я хочу разобрать яйца, в плане того, что у меня есть пустая вот такая штучка. Мне нужно повскрывать все, яйца поскладывать сюда. Это, конечно, процесс не быстрый, но я думаю, что мы с вами справимся. Я сегодня за день еще нужно голову помыть, хотя я даже в этом не уверена, потому что у меня 38 температура пока что. Ну, я еще болею. И когда эта температура хоть как-то изменится, я вообще не знаю, что когда. У меня, кстати, сейчас 80 яиц, поэтому мне как-то все 80, ну, уже меньше 80, потому что где-то штук 5 за все это время мы уже съели. Потому что где-то штук 5 мы за это время уже съели и еще продолжаем кушать. Поэтому пока... Пока хочу все аккуратно разгрести. И все... И все пораскладывать. Вот, как-то так. Я смотрю разных блогеров, которых я смотрю, которые мне нравятся. Она блогер, делает ремонт у себя в квартире и купила телевизор за 27 тысяч в гривнах, а в рублях... Ну, тысяч за 50, примерно. 50-50 с копейками. И она говорит, вот, наконец-то домашний уют, потому что появился телевизор. Я в данном случае не понимаю людей, потому что для меня уют это не телевизор, ни в коем случае не телевизор. Для меня все-таки домашний уют это иконная полка, в первую очередь такой красный уголок с иконами. А также книжная полка, на которой куча книг, которые я могу читать, да, опять-таки. И не только духовных. То есть полка с духовными отдельно и полка с обычными там книгами отдельно. То есть для меня уют это именно полка с книгами, да. Вот когда есть куча книг и ты достаешь книжку, да, у тебя рядом стоит там или просто кресло, креснокачалка или кровать. Неважно, то, на что ты можешь сесть и почитать, да. Там диван. И ты садишься возле этой книжной полки, включаешь такой ночничок и читаешь. Вот это кайф. А телевизор для меня не уют, я телевизор смотрю очень редко. Ну там раз в две недели там включу чисто на досуге, когда нечего делать, какой-то мультик там идет на карусель. Все, не более того и то. Это бывает настолько редко для меня. Чаще я смотрю YouTube. Все, что я смотрю в YouTube, да, вот все такое. А так для меня телевизор не есть основным. Для меня телевизор на каком-то там аж далеком-далеком месте. То есть если я засняюсь в квартиру мнение телевизора, я о нем даже и не вспомню. Просто не вспомню я о телевизоре абсолютно, да, как бы. Мне он в принципе не нужен и я им не пользуюсь. Потому что зачем? Столько всего можно узнать и без телевизора. В YouTube те передачи, которые я смотрю, да, Святые, Старцы передача, там какие-то исторические передачи, Лектория Достоевского, там еще что-то. Опять-таки, да, то есть я смотрю вот какие-то такие вещи. Ну и блогеров, которых я смотрю, там, Дредина, Лайв, Дневник приемной мамы, там, Кого я еще смотрю? Жизнь на севере, там еще что-то. Света Трипадхи, это те, которые из Индии, ребята, как они, как в Индии живется, да. Много-много-много каких-то мелочей, ну вот много чего. Батюшек разных, там, Жизнь сельского священника, Дневник матушки, там, Александр Митрофанов, который постоянно о Боге рассказывает, и много-много чего. Вот такое вот я смотрю. Вот, а смотреть телевизор, ну не знаю. Ну, я не осуждаю тех, кто смотрит телевизор, но, не менее, сама я его не смотрю. Смотрите, чего я сделала. Не знаю, можно показать, нет? Я думаю, кого получится. Видите? Яйца. И все яйца у меня вот в этом ящике для овощей. Это удобно, потому что, когда у тебя яйца в ящике для овощей, вот здесь холодильник, да, из полки высвобождается, и ты можешь сидеть и складывать сюда все, что тебе надо. Вот у меня поместилась кастрюля с бульоном, кастрюля с макаронами к этому бульону, допустим. И здесь куча всего поместилась. В принципе, в принципе, я хочу чай с лимоном сделать себе. Потому что, как минимум, я люблю лимоны. А учитывая, что я сейчас болею, то мне лимоны очень нужны. У меня, значит, была температура с утра 38. Я выпила парацетамола, при том достаточно хорошее количество парацетамола я выпила. У меня температура снизилась до 37,6, а сейчас вообще 36 уже стало. И слава богу... И слава богу, что она уже стала не такой так... Ага, отлично, всё. Слава богу, что она уже стала не такой высокой, что... Что стало намного легче мне немножко по температуре. Я напилась таблеток всяких. Вот. Хотела я сегодня заняться уборкой, да? Хотела я сегодня навести там порядок. И... И куча-куча мелочей. Очень хотела. Но... В связи со своим состоянием здоровья... Я поняла, что... Вот. Вот. Видите, я выдавливаю энное количество лимона, лимонного сока. Я, кстати, не понимаю тех людей, которые лимоны просто кидают, да? Вот в стакан с чаем. И просто сидят себе и пьют, да? Потому что для меня, если из лимона не выделилось достаточное количество сока, то это уже не то, что он просто для красоты лежит как бы для меня. Поэтому я стараюсь... Да. Сахар я в чай не кладу никогда, потому что я чай пью без сахара. Ну так уж я люблю чай без сахара и лимончик. Тын. А еще я по вечерам люблю пить не лимоны... О, тьфу ты, не чай с лимоном. Ой, Костя, давай я тебе корму насыплю. Я не чай с лимоном, да? А просто водичка такая тепленькая. И... Так, а как? Как вам показать, что я сейчас буду делать? Вот так. Не чай с лимоном, да? А просто лимонная водичка. Когда тепленькая водичка, то туда лимонный сок. Все, видите, котик уже досыпали корма. Все, Анечка. И... Все. Этот корм очень интересный. Он в этих, видите? Не знаю, видно, нет? Блин, ладно, это плохо видно, Кэнти. Вот так покажу, где на упаковке. Во! Там где полноценно рацион написано. Видите, корме? Сирый дечи. Вот. Ой. Ой, короче... Собралась я пить чай немножко. Блин. Дайте мне усесться. Собралась я пока пить чай. Вот. Потому что я весь день почти то дремлю, то смотрю ютуб, то дремлю, то открываю глаза, то пытаюсь перекусывать, потому что состояния никакое. В общем-то... В общем-то так сегодня. Ребят, хочу вам показать лайфхак, который лично мне помогает очень сильно. Да и вообще. Прикольный такой лайфхак. Поговорим о лимонах. Лимон это такая вещь, которую если вот так оставить в холодильнике, да, вот так вот, оно заветрится. Вот это все куча не пойми чего. Вот. То есть мне это не нравится, дико не нравится. Значит, берем лимон, разлезаем его напополам. Дальше. Эту половинку режем на дольки, но достаем косточки, естественно, из наших долек, да, когда вот они попадаются, если где-то, то достаем, потому что мы ведь не хотим, чтобы у нас в чай, вот я человек без глибы, на косточке там в том же мандарине или лимоне, мне важно, чтобы косточки все-таки, чтоб косточек все-таки не было. Берем, тут что, нет костей, берем лимон и режем на тонкие-тонкие, ребята, дольки. Мы порезали лимонку, значит, нашу, берем большую тарелку, желательно большую, сейчас объясню какую-то по размеру, из раздела больших. Сейчас покажу. Вот такую вот тарелку, видите, она очень большая, такая широкая. И раскладываем там лимончик. Весь порезанный. У меня здесь два лимона, из них два кусочка ушло в этот чай из одного лимона, поэтому ничего страшного. Чуть меньше двух получается, но ничего, ничего, ничего. Видите, очень классные такие мини-мини дольки лимона. Пахнет лимоном, конечно, на всю квартиру. Вот этот лимон второй мне понравился больше именно по своей форме, в том, что он вообще без костей. Ты просто раскладываешь это все в ни одной косточке. Если в первом лимоне там по косточкам все-таки есть, то во втором лимоне, кстати, она была одна маленькая, но это мизерно по косточкам. Все, мы раскладываем наш лимон. Лили лимон. Так, лимон мы наш разложили, видите, вот так вот аккуратно, красиво, такими дольками. И идем дальше. Открываем нашу морозилочку, если у вас там есть место. У меня его, кстати, сейчас там не сильно долго, но я сейчас немножко освобожу местечко под лимона, потому что у меня замороженные яблоки, например, я могу вполне себе сварить компот. У меня там грибы. Грибы у меня там сейчас лежат яблоки замороженные. Оп! Вот как-то так мы подосвободили. Теперь берем, значит, нашу тарелку с лимонами и кладем ее в морозилочку на полчасика. Дальше складываем в пакеты в холодильник. И тогда у нас, во-первых, лимон не испортится, а во-вторых, если нужно будет воспользоваться лимоном в чай, мы просто достанем пару долек, положим в чай, переколотим, и у нас уже будет свежий лимончик всегда. Дело в том, что у нас куриный бульон, насколько вы помните, просто хлеб к нему не всегда бывает полезен. Ну, не то, что полезен, а вкусен, потому что иногда ты смотришь на бульон, да, в какой-то момент, и понимаешь, что тебе хочется чего-то там, бульон, не просто хлеба, да, ну, каких-то маленьких радостей, вот как у меня сейчас, да, эй, где ножик положили коты? Ай, с этими котами тоже. Ходишь, потом по квартире все собираешь, что-то. Просыпаешься, я же вчера говорила, и первое, что делаешь, это все нафиг собираешь. О! И я хочу сделать чего? Я хочу сделать К. к бульону, в домашние сухарики. Ау! Уж нужно как-то... Ау! Отменно! У вас еще фиг вскроешь, ребята. Для этого я хочу, во-первых, запекается чесночок, конечненько. Вот он у нас чеснок. А еще я варю яйца, потому что мне, знаете, хочется так, чтобы оно было как в каких-то дорогих ресторанах. Знаете, когда в бульон кладут яичко, правда там кладут перепелиное, а в моем случае это будет совсем не перепелиное, а просто куриное. Ну, ребят, хочется все-таки, чтобы оно было красивенько, вкусненько. в общем-то, минуток на пять. Ставим в духовку чеснок. Вот, видите, как я его аккуратно разложила. Опа! Тын-тын-тын! О! Я не могу найти место, куда же положить дырка. Нашла! Оп! Ставим в духовку на четыре минутки. Пусть оно там себе и обрабатывается. Пока что уберем отсюда все. Ну, то, что мы с чесноком поработали. Просто убираем. Дальше берем хлеб. Сколько? Примерно хлеба. Примерно так. Может, уйдет больше, может, меньше. И посмотрим, насколько уйдет хлеба. Добавляем специи. Первое, что в моем случае, это сольки. Немножко. Ну, чтобы сухарики должны быть немножко подсолеными. Вот. Больше не нужно так, слегонца. И итальянские травы. Ну, итальянские сухарики к бульону куриному, по-моему, самое то. Именно травы. Без каких-то вкусов, знаете, типа вот эти... Вагонины бланки и тому подобное. Без... А дальше лайфхаки. Пакет. Что-то у меня какое-то сегодня видео с лайфхаками, блин. Лайфхаками. Лайфхаками, лайфхаками. Пакет. В него мы высыпаем... Из него мы высыпаем наши сухарики и специи. Все. Высыпали. Подсолнечное масло. Вот. В таком формате. Ложки, ложки, ложки. И вот эти вот две столовых ложки масла сюда. В редких случаях три, но вообще две. Так. Вот так обмазываем. Вот так обмазываем. И просто в масле это все перекалопецываем маслом. Масло. Смотрим. Ага. Не совсем достаточно масла. Еще чуть-чуть капаем буквально. Тоненькой... Тонюшенькой струйки. Все. Теперь... Все. Оставляем пока в пакете. Наши яйца, кажется, сварились. Блин. Яйца! Тони сварились! Все. Яйца пусть остывают. Проверяем наш чеснок. Не видел. Вах! Пока. Так, чеснок ещё не готов. Пусть ещё запекается минутки две-три. И когда он будет готов, мы его доставим и я покажу, чего мы делаем дальше. Нам-то осталось немножко по процессам. И всё это мы, опа, доделаем. Если хотелось немножко поражать какими-нибудь сухариками к супчику, этого будет достаточно, поверьте. Это как раз оно ещё и хрустящим станет. Вообще хорошо, так знаете, в бульёчек покидал. Вообще вкусно. У нас уже из духовки мы вынули, собственно, наш чеснок. Берём чеснок и выдавливаем в миску. Да-да-да. Прям так, опа. Ой! Ребята, он горячий, но выдавливать его нужно именно тогда, когда он горячий, потому что когда он охладится, он уже не выдавится достаточно, как нам хочется. Оп! 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 Блин, что он ещё и горячий, понимаете, его ж этот чесночок ещё, когда он горячий, таки захватить сложно. Когда... Ой! Блин, пока это всё сделаешь и пальцы пообжигаешь. Дальше. Выберём вилочку, хотя нет, потому что лучше не вилочку, а так ушечку, и подталкиваем чеснок. Прям так хорошо-хорошо подталкиваем. Прям попроталкивать его. Прямая головка. все хорошо протолкли неплохой чесночок высыпаем сухари со специями в миску вмешиваем его с чесночком сюда укладываем все вкусно-вкусно теперь миска нам больше не понадобится вот мы выкладываем на дека, вообще желательно дека плоская, у меня сейчас плоская кондиция поэтому плоским я не воспользуюсь, извините включаем газ а у нас в квартире газ, а у вас есть горячие еще после прошлого теперь закидываем их на 3-4 минуты, через 3 минутки в любом случае проверяем все ли хорошо если все окей, выгаскиваем, если нет, то еще минуты буквально окей, чего буквально у нас останется еще минутка ой, ау блин тут пока пройдешь, спотыкнешься об миске всех котов, которые есть вот так блин, красота боже, сейчас я покажу поближе правда они горячие еще, поэтому я так с тряпочкой вот, ну горячая в сковородках смотрите вааай ты же сухарики к бульону, по-моему, удались по-моему, очень даже удачные получились я хочу их сейчас переложить в миску из которой мы будем, я вот думаю, кстати, в миску перекладывать или пересыпать сюда для красоты потому что я все-таки хочу, чтобы оно покрасивее было да, вот в этой миске оно и поместится, но и красивше будет миска няма-няма какое там просто классное кто-то смотрела это тама-тама у них няма-няма давайте еще поближе покажу мм-м-м класс их немножко но на пару супчиков то что надо мне нравится где почаще делать и хлеба кстати немного уходит у меня 6 ушло или 6 или 7 нарезанных кусочков хлеба я хочу себе бульончик и сразу что-то так знаете аж бульончик захотелось себе погореть сейчас такое можно сказать но другой стороны просто это моя жизнь сейчас такая и ешь не могу сейчас я вот так живу сейчас у меня так получается и когда в моей жизни пойдут какие-то изменения да когда я буду жить как-то иначе логично что и контент будет каким-то другим то есть я и так стараюсь делать все чтобы контент был в принципе интересным но но в любом случае пока вот я так живу это козельская калужская область это я хочу ресторанную подачу для этого не нужно яичко пустая тарелка которую я сейчас положу яичко я решила без макаронок но я решила без макаронок потому что я хочу из вот яичко видите в тарелке здесь бульон и чуть-чуть сухариков и будет красивая подача по ресторанному у нас где искала кстати а как у вас говорят потому что у меня в семье это называли половником да но бабушка у меня в черкассе это назвала черпак если мы говорим про русский язык да вот как русском языке половник или черпак или как правильно говорится я вчера попробовал из кастрюли поесть вообще удовольствие такое которое вы никогда не ощутите не попробовав поесть бульона из кастрюли ну чё ребят говорите тунеядцы сидим дома ничего не делаем да как бы просиживаем пузо в частности про лёшу смотрите на часы пять двенадцать лёша вставать в пять двадцать для того чтобы пойти на смену на завод и отпахать на этой смене с 7 утра до 7 вечера а почему встает так рано потому что 6.30 автобус служебный до завода а нужно позавтракать в обязательном порядке помыть голову и куча куча вопросов и после этого судите тунеядцы или не тунеядцы просиживаем на диване или нет я сейчас просиживаю на данный момент согласна есть у меня такое но сейчас я просто заболела у меня температура вечером вчера утром было 38 потом 37.6 я его процетамолом сбила и потом ну в общем болею пока доболеваю точнее просто сижу дома и болею пока когда я пытаюсь дозвониться до своего начальства но начальство не берет трубки как до него дозвониться и чё делать вообще непонятно эту ладно я все д excitку буду пытаться дозвониться буду пытаться как-то дописаться дозвонится до начальства чтобы хоть как-то обсудить нужно теоретически смена рублей в среду но если у меня ещё сегодня будет температура то в какую среду к детям выйду вообще непонятно и как это решить непонятно в общем я тоже не сижу на месте я был сухарики к супу делаю тогда я пытаюсь и лад means м у нас между не смотря на то что болеют я встаю подметаю там пол еще что то Ну и судите сами, тунеядец, не тунеядец Как говорится, не мне судить Вот А так-то это видео я буду заканчивать А следующее это будет новый влог на тему, как я провожаю Лёшку на работу Какой у меня быт, что у меня в жизни происходит и так далее В принципе-то так Поэтому всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки Нажимайте на колокольчик, чтобы видео не пропускать Всем хорошего настроения и пока!